Благодаря киновселенной Марвел у нас появилось немало прекрасных постеров, красивых кадров и забавных мемов. С бесконечным фотоконструктором Мозабрик каждый из них может украсить вашу комнату. Он позволяет собрать любое изображение в пиксельную картину из маленьких кубиков. А когда она надоест, ее можно будет разобрать и собрать другую. И так бесконечно много раз. Мозабрик полностью производится в России и за три года обрел популярность по всему миру. И понятно почему. Фотоконструктор это оригинальный подарок к любому поводу и без. Ведь у каждого из нас есть любимые фотографии, картинки и мемы. Счастливый получатель сам выберет, что ему собирать. После этого достаточно просто загрузить выбранное изображение на сайт, чтобы получить инструкцию по сборке. Ее можно распечатать заранее и взять с собой куда-нибудь, где даже интернета нет. Собирать можно как в одиночку, так и в компании, так еще веселее. А в процессе еще и вспоминаются приятные ощущения из детства от игры в конструктор. Наборы Мозабрик бывают разных размеров. Маленького, среднего и большого. В каждом из них кубиков намного больше, чем понадобится для сборки любого изображения. Отличаются конструкторы и цветом. Как бежевые, так и черно-белые наборы отлично смотрятся в любом интерьере. Переходите по ссылке в описании на mozabrick.ru и заказывайте фотоконструктор на сайте производителя. А чтобы покупка стала приятнее, используйте промокод GEEKM на скидку 20%. Здравствуйте! Вы смотрите GEEKMovies. Новая часть «Мстителей» продолжает набирать обороты. И, как утверждает авторитетное издание Deadline, уже в ближайшие недели студия намеревается наконец-то объявить постановщика ленты, который уже в следующем году будет вовсю погружен в производственный процесс. Хорошие новости на этом не заканчиваются, и в статье также указывается, что в картине появится около 60 знакомых нам персонажей, в то время как сценарий полностью сформирован. Это означает, что Marvel уже имеет четкое представление о сюжете, главном антагонисте и, конечно же, обновленном составе команды. В этом выпуске мы подробнее обсудим потенциальных участников масштабного кроссовера в очередной раз, попытаемся предугадать центральный сюжет, и, конечно же, разберем свежие инсайды и слухи касательно анонсов и даты выхода. И начнем мы с официальных данных. Одним из главных кандидатов на пост режиссера является Шон Леви, который уже через два месяца представит миру третью часть Дэдпула. И это может нам говорить сразу о нескольких вещах. Во-первых, мы получили фактическое подтверждение, что студия осталась довольна опытом работы с постановщиком и итоговым качеством ленты. И если мы вспомним золотые времена второй и третьей фазы, то только после успеха другой войны и противостояния, Марвел предложила братьям Руссо взяться за Войну Бесконечности и Финал, то есть обезопасила себя от рисков в ожидании гарантированного результата, что как никогда важно для нынешнего положения студии. Во-вторых, наличие в списке Шона Леви может подтвердить нашу теорию, что Дэдпул и Росомаха создадут основу для новой части Мстителей, а следовательно в том или ином виде гарантируют появление в фильме Уэйда и Логана. В прошлых наших выпусках мы упоминали, что в своих интервью Райан и Хью постоянно уклоняются от вопросов, стоит ли ожидать их появления в будущих проектах Марвел. Ну а тот факт, что режиссеры и актеры зарекомендовали себя как отличный дуэт, так и кричит об их плодотворном сотрудничестве в будущем. При этом в очередной раз подчеркнем, что Леви является всего лишь одним из кандидатов, и студия также может рассматривать условного постановщика Капитана Америка 4, или же самого Сэма Рэйми, поэтому особо ярых надежд мы не строим. В статье от Deadline также упоминается, что студия уже позволила режиссерам ознакомиться с полностью готовым сценарием Майкла Волдрона, автором первого сезона Локи. И в сочетании с кандидатурой Шона Леви, это может подтвердить нашу давнюю догадку о наличии в фильме ТВА, полиции времени, оберегающую мультивселенское древо жизни. О том, что организация сыграет важную роль в MCU, можно было догадаться еще в промо-материалах к Дэдпулу и Росомахе. И мы делаем ставку, что именно в рамках Пятых Мстителей нам представят прямое развитие событий из двух сезонов Локи. То есть раскроют дальнейшую судьбу полюбившихся всем Мебиуса и Сильвия, обозначат массовой аудитории, почему мультивселенная умирает, и, конечно же, порадуют еще большим перформансом прекрасного Тома Хиддлстона. Сериал о Локи является одним из самых популярных проектов MCU, поэтому логично ожидать, что именно ему суждено стать мостиком между четвертой и пятой частями Мстителей. Прибавьте ко всему этому тот факт, что в своих интервью Майкл Волдрон множество раз подчеркивал, как ему нравится развивать Локи и Сильвию, то в их возвращении мы не осомневаемся. И если абстрагироваться от потусторонних персонажей, то в рамках основной вселенной фильмов также существует достаточно героев. И начнем мы, конечно же, с Тора. О том, что персонаж точно появится в ленте, говорит его непосредственная связь с Локи. В свое время авторы сериала обмолвились, что вся сюжетная линия бога обмана построена на том, чтобы он пережил большой эмоциональный опыт и в какой-то момент вновь встретился со своим братом. Поэтому будет странно, если Марвел не удовлетворят столь желанную фанатскую мечту. В конце концов, именно конфликт двух братьев в свое время и стал основной причиной существования первого фильма. И будет символично, если они объединятся, чтобы попытаться спасти мир от очередной угрозы. Немаловажным моментом является и то, что на одном из недавних мероприятий на постере Мстителей красовался образ бога Грома из четвертой части. То есть, Дисней уже заранее закладывает почву на то, кого именно стоит ожидать в ленте. И это вполне логично, учитывая огромную популярность Криса Хемсворта и его бесконечные заявления о том, что он готов сделать больше. Следующим потенциальным членом команды является Клинт Бартон. Да, сюжетно обосновать его появление сложно, учитывая его постоянное стремление остаться с семьей и отсиживаться на пенсии. Однако, с точки зрения ситуации, с которой столкнулся Джереми Реннер, можно выстроить неплохой маркетинг. Мол, даже после страшной аварии актер смог восстановиться и спокойно противостоит условному Кангу-завоевателю. Сам же Реннер в своем последнем интервью обмолвился, что хотел вернуться во франшизу и рассчитывает, что Файги для него приберег удобное местечко. Еще одним немаловажным членом оригинального состава является Халк. Да, многострадальный герой так и не смог получить свой заслуженный сольник. Поэтому его появление во Мстителях выглядит как самое логичное место из всех возможных. Тем не менее, довольно сложно предсказать его возможную сюжетную линию, так как персонаж полностью остановился в развитии и больше ничем не удивляет. Но все же мы ожидаем, что нам продемонстрирует весь потенциал его новой формы, в то время как его характер будет походить на мудрого наставника с мускулами. Среди следующих членов команды мы также не исключаем Капитана Марвел. В своем последнем фильме Кэрол осталась на земле, поставив себе цель выяснить, куда пропала Моника. Мы уже точно знаем, что картина затронет мультивселенную, а это значит, что у Денверс есть прямая заинтересованность в происходящих событиях. Ко всему прочему, после смерти Марии Хилл героиня стала самым доверенным лицом Ника Фьюри, а также имеет доступ к общему каналу связи с другими супергероями. А следовательно, на этот раз ее руки-базуки точно не пропустят все веселье. Далее у нас идет Человек-паук. Последние данные указывают, что четвертая часть персонажа выйдет до Мстителей 5. То есть, вначале герою дадут возможность пережить более приземленные разборки с условным Уилсоном Фиском, а затем вновь переключить внимание на что-то космического уровня. Однако самой вкусной частью его появления может оказаться обновленный костюм. Ведь если верить инсайдерам, то уже в своем фильме Питер Паркер сольется с новой версией симбиота. И в таком же виде перекочует в новые фильмы о Мстителях. И помимо разнообразного экшена с тентаклями, эта сюжетная арка может дать нам интересное взаимодействие между героями, где некогда ламповый паучок продемонстрирует мрачный и серьезный характер. Конечно, многие из вас наверняка сомневаются в его появлении, учитывая нестабильный контракт с Sony и Marvel. Однако, как и в прошлые времена, студиям очень важно, чтобы персонаж пиарился в рамках самых масштабных событий киновселенной. Поэтому паучок точно в игре, и это не обсуждается. Следующим очевидно ожидаемым героем картины является Капитан Америка Сэма Уилсона. И для тех, кто пропустил первые промо-материалы картины о дивный новый мир, обозначили, что в центре сюжета будет поднят вопрос формирования нового состава Мстителей. Якобы президент Росс поручит Сэму подготовить для этого почву и возглавить инициативу под эгидой правительства США. Конечно, мы сильно сомневаемся, что уже в этом фильме нам представят обновленный состав команды. Вполне вероятно, что все пойдет под откос уже в первом акте, и Уилсону предстоит разгребать проблему в одиночку. Тем не менее, не стоит исключать, что концовка или сцена после титров дадут нам прямой намек, с чего именно начнутся Мстители 5. Это примерно то, что мы видели в Другой войне, которая тизерила события Эры Альтрона. То же самое касается и Громовержцев. В своих интервью Кевин Файги подчеркивал, что команда, состоящая из бывших наемников, стала возможной только из-за отсутствия Мстителей на Земле. Следовательно, на момент событий этого фильма герои также не соберутся в одну команду, оставив судьбу планеты кучки сомнительных личностей. Некоторые инсайдеры даже предполагают, что нас ждет марвеловская версия отреда самоубийц, в которой половина группы будет ликвидирована. Так или иначе, мы на 100% уверены, что Елена Белова в исполнении Флоренс Пью переживет события ленты и станет одной из центральных героинь кроссовера. Об этом говорит как и то, что актриса является невероятно популярной и востребованной для всего Голливуда, так и ранняя информация о том, что она заключила с Marvel контракт на появление в двух фильмах. Точно такая же информация всплывала и о летишей Райт, нашей нынешней Черной Пантере. Еще до смерти Чедвика Боузмана студия планировала сделать из тчалы центрального героя команды. С того момента утекло много воды, однако образ Пантеры до сих пор считается одним из самых популярных во франшизе. И будет огромной потерей, если студия не подключит Ваканду к событиям распада мультивселенной. К тому же, помимо сверхспособностей, Шури является одним из умнейших персонажей MCU, а следовательно, есть все предпосылки, что она совместно с Халком и Вонгом попытается решить проблему с сопряжением вселенных. Прямо как это делал Т'Чалла в комиксах. Не стоит также забывать и о Человеке-Муравье, Шан-Чи, Докторе Стрэнджа, Женщине-Халк, Воителе, Звездном Лорде и других Стражах Галактики. Мы ожидаем, что в картине может появиться любой из этих персонажей. Но, однако, не у каждого будет центральная роль в сюжете и даже реплика. Важно также помнить, что вне зависимости от состава, этот фильм является лишь подготовкой к более масштабным секретным воинам. А они, если верить амбициям, Файги могут собрать в себе куда больше знаковых персонажей франшизы. Из-за этого мы не удивимся, если картина будет разделена на две части и выйдет где-то в 2027-28 годах. И на этой ноте мы завершаем наш выпуск. Делитесь в комментариях, что вы думаете о кандидатуре Шона Ливи на режиссерский пост новых Мстителей. Какие герои франшизы больше всего заслуживают появления в ленте? И верите ли вы, что Человек-паук получит свой симбиот-костюм? Особенно после странных кадров из трейлера Венома 3. До скорых встреч, друзья!